К концу года в исторической части Видного появится новая зона отдыха. Уже сейчас рабочие столичные компании «Стройпроект» приступили к комплексному благоустройству Расторгуевского парка. После завершения работ, которые ведутся под пристальным вниманием общественности, любимое место отдыха горожан будет соответствовать региональному паркому стандарту. Преображение старейшего места отдыха и прогулок видновчан будет проходить в два этапа. В первую очередь благоустроят территорию от главного хода на пересечении улицы Тинькова и 1-го Калиновского проезда до Пруда. С 25 октября начались активные работы. Сейчас рабочие трудятся над созданием сети пешеходных дорожек, которые проложены по существовавшим тропинкам. Их ширина 2,5 метра, что соответствует принятым стандартам. Вдоль дорожек будет установлено 36 современных уличных фонарей. На данный момент ведутся работы по укладке кабеля. Мы торопимся именно земляные работы закончить, чтобы пока морозов нет, проложить кабель в земле. А уже когда все дорожки будут готовы, мы по ним будем уже вставлять опоры, там кабель пойдет по воздуху. Планом реконструкции предусмотрен ремонт эстрады, формирование центральной клумбы, установка детской площадки. Приведут в порядок и зеленые насаждения, выпилят старые, больные деревья, посадят молодые. На комплексное благоустройство Расторгуевского парка из регионального бюджета по ходатайству депутата Московской областной думы Владимира Тыцкого выделено чуть больше 13 миллионов рублей. В результате проведенного аукциона удалось сэкономить значительные средства. Со своей стороны администрация предложила 4,7 отставшихся денег, миллиона, израсходовать на такие работы, как устройство дополнительного забора от пруда вдоль улицы Тинькова до практически школьного проезда. Это 400 метров. Цена вопроса примерно 2,6 миллиона рублей. Мы предложили жителям оформить площадку для выгула собак во второй части парка. Это почти 700 тысяч. Завершить работы первой очереди и освоить полученные средства необходимо в этом году. В противном случае они будут возвращены в бюджет Московской области. Если надо гулять, бить и так далее. Ну, делать это всегда хорошо. Я видела по плану, я разговаривала с Александром Евгеньевичем. Он очень много рассказывал по поводу этого парка, по поводу его реконструкции, по поводу перспектив. Я считаю, что здесь все очень логично, все очень грамотно. И главное, чтобы тут не было, вот содержать его нужно хорошо. А это еще одна задача, которую предстоит решать администрации совместно с жителями. Сделать Расторгуевский парк не только привлекательным для посетителей, но и главное самоокупаемым. Бюджет города Видное сегодня, к сожалению, не может позволить полностью обеспечить финансирование парка для его содержания и развития. Поэтому мы будем очень аккуратно подходить к этому вопросу, советоваться с жителями, в том числе со спонсорскими программами, с тем, чтобы парк именно получил процветание и развитие. Татьяна Акимова, Алексей Лин, Елена Кошелева, Видное ТВ.